приветствую вас на канале Danio сейчас мы рассмотрим прудовый насос san san hj 2200 модель этот насос предназначен качать воду для фонтанов каскадов у него очень лаконичная комплектация он не самая большая и не самая маленькая модель в своем серийном ряду кстати подсказка по ассортименту san san насосы серии hj которые заканчиваются на 0 это модельки без фонтанных насадок если же они заканчиваются на тройку значит у них комплекте будут фонтанные насадки у нас модель без фонтанных насадок у нее в комплекте такие вот насадочки пикинги традиционные для насосов hj прорезиненные ножки фишечки такие они вставляются в нижние проемы их 4 штуки 4 ножки вот так это один вариант установки ножки ну и второе исполнение ножки это присоска зависимости от того что будет лучше стоять на донной поверхности вашего водоема фонтана выбирайте свой вариант по фитингам и насадочка у нас здесь диаметр замеряем и диаметры что было все предельно подробно тут у нас сейчас диаметр 21 миллиметр еще у нас в комплекте есть у нас фитинг что ли 14 миллиметров вторая ступень этого же фитинга последующий диаметр у нас 16 миллиметров ну и все дальше у нас уже поворотный угловой фитинг который если открутить с основания прямой фитинг накрутить угловой позволит вам направить поток уже в сторону то есть не вертикально вверх а уже в бок и уже на него на ваш выбор выберете накручиваете фитинг под нужный вам диаметр накрутили пустили шланг бывают ситуации когда это очень полезно к примеру это может быть фонтанное сооружение где внутри самого фонтана производитель предусматривает проем под на насос вы туда должны поместить и мы сталкивались с ситуациями когда этот проем не позволяет насос поставить вот горизонтально и собственному фонтану приходится насос размещать в пол вертикальном положении в вертикальном положении и в такой ситуации вот этот поворотный фитинг очень выручает то есть вы сможете даже насос установить вот так подмастить его чем-то там установить чтобы он не болтался не резонировал вывести провод через соответствующий проем фонтанной конструкции и пустить шлангом воду наверх не изламывая шланг не создавая излишние препятствия для оптимальной проходимости потока воды от насоса в нужную вам сторону и и все довольно все прекрасно если же вы купили этот насос и потом у вас переменилось решение со временем или же сразу и вы решили что все таки ну вот никак вы не можете без фонтана и вот очень вам нужно производитель сансан на эту серию которая как бы изначально по комплектациям лишена фонтанных насадок выпускает дополнительным аксессуаром набор фонтанных насадок он в ассортименте у нас встречается просто в таком целлофановом пакете и этот комплект дешевле немножко такой же есть в фирменной коробке с ансан то есть логотипом совсем либо же просто пакет с кодом товара конечно же изначально разбирают то что в пакете и только потом когда уже в наличии не остается идут комплекте насадок которые в красивом картоне фирменном оформлении комплекта фонтанных насадок так вот приобретая этот набор фонтанных насадок вы можете на модель установить как будто с ней и шло в комплекте даже то есть вы ни в чем не лишены эти насадки универсальные подходят на целую на целый ряд моделей конкретнее уточняйте у менеджера по продажам то есть уточняйте по контакту интернет-магазина если в этом случае мы будем мы то также если вам это нужно уточните задачи которые должен будет выполнять насос вашу ситуацию объем водоема фонтана пруда и если это будет нужно мы дополним вашу ситуацию исчерпывающими консультациями если будут какие то вопросы непонятные для вас и даже на те вопросы на которые мы сразу не сможем ответить мы постараемся найти на них ответ с помощью официального представительства сан сан или же фирменных каталогов ну в общем есть дополнительные источники информации по фонтанным насадкам которые идут у нас в этом дополнительном комплекте вы также можете установить через краник регулятор который будет регулировать воду полностью на фонтан можете пустить можете пополам с боковым отверстием там слив водопаде какой-то может быть символический ну то есть вы выбираете сами настраиваете вот на этом кранике удобно здесь подсказки вот треугольничек увеличивается уменьшается сбоку значит напротив каждого из краников есть вот такая вот подсказка на корпусе устанавливается очень просто вам нужно открутить фонтанную насадку накрутить ее на крайник тройник вот так вот зафиксировать на основании слишком затягивать не нужно это пластик он не терпит грубой силы верхнее исполнение насадки здесь кстати тоже угловой фитинг есть в комплекте чтобы не перепутать его сразу уберу вот такой вот интересный фитинг под такую ступенечку идет тоже в комплекте это если вам нужно на боковое направление за счет этих ребер кстати будет очень хорошо фиксироваться шланг верхнюю насадку не пытайтесь вытягивать как я она выкручивается а вот эти варианты фонтанного исполнения они уже выкручиваются из самой как сказать фужероподобной детали вот так вот из центра выбирайте свой вариант хотите такой это другой тип струй или же водный шару waterball или купол как хотите третий вариант все это идет в этом одном комплекте который в таком скромнейшем исполнении упаковки приезжает но не в упаковке счастье считают китайцы и выручают владельцев насосов которые сразу не шли с фонтанными насадками по набору дополнительных насадок я вам рассказал напомню что серия hg насосов не очень выносливо имеется ввиду что она не относится к насосам повышенной износа износа стойкости то есть не допускайте размещение насоса непосредственно в песке то есть если на дне вашего пруда есть песок и он будет его подтягивать он будет попадать в рутурную камеру будет ее там стопорить и у вас будут проблемы постоянно он будет клинить вам нужно будет его промывать вовремя во избежание того чтобы он сгорел или пришел в негодность а также решет под защитной решеткой есть губка при фильтр которая защищает роторную камеру от чрезмерного загрязнения и также от попадания мелких камушков и нежелательных предметов которые могут раздробить ротер ротор для того чтобы его промыть ну помимо того чтобы сняли защитную решетку с при фильтром губкой затем вы ничего не пытаетесь оторвать там выкрутить внутри а просто беретесь вот так вот руками за корпус тут видите разделительная такая линия и по указателю вот стрелочка подсказка поворачиваете в эту сторону вот так прикольным образом разнимается корпус аккуратненько не перее без перекосов то есть никаких движений там сторону туда-сюда вынимаете бы поясню почему без перекосов у вас есть керамическая ось керамические оси отличаются хрупкостью хорошая вещь надежная долго работает но хрупкая то есть ее можно сломать ротор вынимаем промываем его если есть не то что если если не должны быть ёршики под для чистки роторных камер прочистили аккуратненько без фанатизма и грубых действий обратно вставлять таким же образом и целиться чтобы у вас попал ротор я вам не рекомендую аккуратненько вот такими вращающими движениями достаете ось керамическую снимаете она смазанная сделать это будет нелегко но надо снять резиновый колпачок сняли колпачок фиксируем вовнутрь это в той ситуации если ось осталась съемные панели они внутри гнезда поясню почему если ее не вынять и целиться потом в обратной последовательности то не исключено что одним неосторожным движением вы прихлопните ее ротором и будет надкол трещина и целостность оси уже не вернуть если же сделать в том порядке как я показал вам вы себя немножко обезопасите от отрицательного исхода ситуации и теперь уже надеваем колпачок прикладываем верхнюю панель смотрим чтобы попала в паз по часовой стрелке поворачиваем часть корпуса на место после этого не забываем про решетку если вы ее уже открывали и заметили что она грязная обязательно промойте не поленитесь с торца у нас здесь синяя рукоятка регулировки потока воды через насос это рукоятка не воздействует на производительность насоса то есть никакого воздействия на работу двигателя вы не оказываете ротор как крутился так и крутится с той же скоростью просто вы влияете на пропускную способность эта рукоятка является такой вот заслонкой поворачивая ее вы открываете или полностью ход воды через решетку или минимизируете ее на этом все то есть такая посредственное механическое посредственное механическое воздействие на работу насос в остальном насосы hd от бренда san san это недорогие качественные насосы от китайского производителя с официальной гарантией от представителя san san в если вы знаете по своему опыту применения по прудовым насосам san san какие то наблюдения поделитесь им в отзывах разная точка зрения я думаю будет полезно людям которые ищут и подбирают себе прудовые насосы но так в целом если понравилось наш обзор ставьте лайки если хотите видеть новые наши обзоры подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч пока пока